Ребята, всем привет! Я кайфую! Просто катаюсь на папином джипе. Высоко сижу, далеко гляжу, сейчас Карину вот жду. Стихи обожаю, просто супер позитивная, потому что мне так нравятся большие тачки! Мы со Славой, правда, угораем, потому что я выгляжу так, как будто бы эту тачку мне, типа, папик подарил. Вот, потому что я в ней выгляжу такой маленькой девочкой. Привет, я в джипе! Вот, ну, конечно, кайф. Завтра моя машина уже будет готова. И мне придется отдать папе машину, потому что он катался на моей без бампера все это время. Зато у меня было времечко покататься. Да не, если я попрошу папу, наверняка он мне еще отдаст свой Лексус. Все равно в своей машине комфортнее, все равно мне страшно ездить на этой тачке, потому что, ну, все равно не моя, знаете, и я не люблю на чужих машинах кататься. Ну как, не на своей, скажем так. Потому что мне страшно, вдруг че, вдруг че. То есть одно дело, когда ты свое там поцарапал, например, или кто-то меня поцарапал, это другой вопрос. Жду Карину, очень хочу увидеть ее реакцию. Я специально говорю, погнали на моем Лексусе. На сегодня я буду твоим бизнес-водителем. На джипе красотка прокачу тебя. Жду ее, что-то она не выходит нифига. Кстати, в среду ко мне приедет замерщик, чтобы сделать дизайн моей хаты. Прикиньте, прикиньте мы. Ну где Карина? Я хотела ее реакцию. Я лучше сейчас, знаете, развернусь, чтобы мы сразу классно поехали. Я все жду ее, я уже развернулась. Жду, когда выйдет Карина, и я хочу видеть ее реакцию. Либо у нее вообще никакой реакции не будет, потому что она в курсе, что я приеду на черном джиме. Либо она такая, вау, тебе идет. Мне кажется, мне идет. Я не знаю, как я выгляжу со стороны, потому что вот мы со Славой вчера угорали, что я выгляжу как маленькая какая-то девочка. Но, мне кажется, я выгляжу очень солидно, особенно сегодня я в пиджаке, в костюме. Просто деловая колбаса. Достроение хорошее, потому что наши пресеты уже можно купить, использовать. И сегодня в этом влоге мы с Кариной будем вам об этом тоже рассказывать. И, в общем, если вы уже купили наши пресеты, я очень надеюсь, что вам они понравились. Очень надеюсь, что вы остались довольны, потому что мы максимально обложили в это просто всю свою душу и любовь. У нее какая-то реакция. Яша, тебе сказала, что я буду на джипе черном. А я знаю. Да, она знает. Да. Какая красивая мне подружка. Ну как, я тебе как будто мне папик купил. Очень круто. Это, подожди, это от твоего отца машины? Да. Прямо он на ней ездит постоянно, да? Да. А он сейчас на чем? На моем автомобиле без бампера катается. Так он же лечится. Так бампер сняли и чинят, а машина просто без бампера. Обалдеть. Поэтому мы сегодня кайфуем, брат, у меня люк открывается здесь. Мы уже вчера со Славой прикололись. Можно высунуться, помнишь, как в детстве? Да. Я с этого так угорала, типа реально. Тебе так идиоты. Ты еще оделась, посмотри, прям под свет руля, салона. Знаете, бизнес дело такое. Эх, я представляю, как я сяду потом в свою тачку. Как в игрушечную. Хочешь большую тачку? Я тоже хочу большую тачку. Да. Но я не хочу гелик, например. А я раньше хотела, но я понимаю, что я не вывезу это психологически. Мне будет казаться, что все смотрят на меня. Это же типа о, меркая девчонка за геликом. Вот я сейчас езжу, мне кажется, что на меня смотрят и думают, господи, кто ребенка за руль посадила? Брат, какие места хорошие? Куда поймешь? Мне очень нравится место. Я там фотку делала. Такси, я просто их теряю. Чего они встали так? Это очень странно. Этот стоит просто так. Ну, сигналь, ёк-макарёк. Нет. Я редко сигналю, но сейчас прям он встал. Давайте посмотрю, что это такое. Все. Кто там? Потом скин-скин посмотрю, не успела глазами посмотреть на камеру с него. Да блин, растопы же ли все, и вообще, меня так бесит. Я просто на этом джипе, ну, как бы, уже так не пролезу, как на своем. Огромный, в два раза выше, мне кажется. Да, причем, знаешь, что? Тут, когда ты едешь 60, кажется, что ты едешь все типа 100, потому что ты выше сидишь, и скорость по-другому как будто ощущается. Ну, прикольно. О, Дёш. По размеру как гелик, мне кажется. Фиг знает. Ну, он большой очень, да. Валим-валим-валим-валим на гелике. Гелим-гелим на валике. Единственное, что тут жвачек нет. И куча салфеток, и... Тут чистота. Молодец твой папа. Да. А что это он решил тебе твою, эту, его тачку отдать? Ну, он предложил. Ну, а что? А он, то есть, твоя тачка чинится у него в мастерской, и когда они прекращают ее чинить, он может взять и поехать на ней домой, правильно? На моей? Да. Он и так на моей может кататься. Он вчера весь день на моей катался. Я не понимаю, но она же чинится. Она разве не должна стоять? Не, она не чинится. Просто берут, снимают бампер с тачки. Так, а потом ждут, когда новый придет, и пока не ждут. Не, его чинят, этот бампер. Мне новый, мы решили не заказывать новый, потому что, блин, ну это бред. Там Санька как-то заделает сарапку, и все. То есть тачка просто без бампера заднего. Да. И все. То есть она просто там, кишки торчат, и все. Внутренности машины, и все. Я говорю, а не страшно то, что ты без бампера будешь кататься? Там ничего не отвалится, не вывалится? Он говорит, нет. Вот, он вчера на ней катался. По счастливому стечению обстоятельств, наши с Юлией отцы работали над одним проектом, сами того не зная, а потом встретились, и такие, обалдеть. Помнишь на фунт-сите? Да, я знаю эту историю. Ты рассказывала подсвечникам? Ну, я, по-моему, рассказывала, хотя я не помню, рассказывала или нет. Ну, там ничего интересного прям так. Прикол в том, что они постоянно вместе работали и видели друг друга, но не знали, что... Хотя так странно, типа, мне кажется... Думаешь, не знали? Не знали. Ну, что-то, я не знаю, они сидели в одном кабинете, типа, за столом с кем-то общались. Я помню такую историю. И к папе моему кто-то подходит, по-моему, и говорит, какой-то там их коллега. Я не знаю точно, но, типа, а ты в курсе, что, типа, Аркадий, типа, отец Карины, Каспарянцы, у вас, типа, дочки гружат? Да ладно, так было. Что это такое? Мне это очень милым показалось, на самом деле. Или они там потом, как поняли, немножко так и, ну, поболтали, или... Вот, ну, и прям круто будет. И папа, получается, ну, ваша компания... Короче, твой папа приезжал к моему папе и на дачу, и на дом, который вот он построил, я во влоге показывала, чтобы поставить вот эти ворота ваши. Ну, я этого не знаю. Я не знаю. Крутяк. Да, представляешь? Я, значит, пытаюсь вот здесь такую фотку сделать, потому что у меня очень подходит мой аутфит к цвету машины, а Юля там делает... Посмотрите, руль идеально с брюками, только мне нужно красиво как-то, я не знаю, как это сделать красиво. Может, просто руль сфоткать? Нет, мой лайфхак тебе, братка. Это брат себя хороший человек, вот счастлив. Сумка мне нужна? Нет, нет. Какой лайфхак? Совет! Вот так надо просто фоткать, чтобы были какие-то красивые, ну, чуть-чуть на зум. Только у меня какой-то аксессуар нужен. Ну, не знаю. Моя чёрная сумка, которая у меня здесь. Ну-ка, дай посмотреть. Она тебе не подходит? Не очень. Ну да. Плохо. Хитрюга. Вообще, я хотела у тебя попросить фоткаться с твоей сумкой. Что, ты думаешь? Не хочешь давать? Нет, хочу, если бы хочешь, бери, господи, мне-то что. Да, да. А моя чёрная, если подойдёт? Может, я её уже везде тыкаю. Мне кажется, она не подойдёт. Она больше... Она вообще не нужна тебе. Сумку? А что там не нужно? Чего только не придумаешь ради контента. Смотри, брат, мне надо, чтобы ты залезла на крышу. Нет, не получится так. А вот у меня получится. Детство, детство, ты куда? Да, уже. Брат, это же мы. Главное, чтобы не... Знаешь, как в этом пункт назначения, когда девка высунула сюда голову, ей начало это прижимать? Жесть. Фобия детства. А у меня фобия детства, это эти окулисты. Я когда операция себе пошла делать, меня в эти штуки наделила. А ты тоже в этом была? Да, я и говорю, не смотрите ужастики, дети. Я когда делала себе операцию на глаза по коррекции зрения, мне надели... Как это? Вена-расширитель вроде... Ой, Вена. Века-расширитель. Залезай. Вау. Я очень переживала. Это очень жестко. В солярии тоже из-за этого так себе ходить. Там же тоже был такой. Ух ты, это очень круто. Правда? Ууу. I like it like that. Короче, сели в кафешку и хотим с вами немножко поболтать, что у нас сегодня пресеты вышли. Знаете, что мы делаем в пятницу? Посидим вместе и пьем вино. Месяц здоровья мой, конечно, ладно. Да ладно, ну слушай, мы так долго запускались. Я не могу, не могу этого мне сделать. Ну реально. Можно сравнить наши волосы. Длину. Помню, недавно я завидовала тебе, что у тебя такие длинные, а у меня короткие. А сейчас все наоборот. Но я тебя не завидую, что у тебя длинные, потому что я поняла, что я это... А я тебе все равно завидую. Почему? Это просто шутка. Достали люди. Глюпенький май. Девочка одна пишет. Юля, ты завидуешь Карине, все повторяешь, как у нее. Дизайн-ремонт ты хочешь сделать себе тоже, квартиры. Все, как у нее повторяешь. Да. Какая ты вообще умная, молодец. А я молодец. Юля, а еще, Юля, ты мне повторяешь тем, что на маникюр ходишь, тем, что живешь, тем, что дышишь. Типа это нормальная практика абсолютно. Хотеть лучших условий для себя, хотеть нанять себе человека, который тебе сделает классные условия жизни, все подберет классно и так далее. Поэтому здорово, что я на это не обижаюсь, я с этого угораю. То есть, если бы я из-за этого как-то переживала и расстраивалась, это был бы кошмар, потому что такое так любят частенько написать. Ух ты, ну же вечерей. Вот тебе часто бывает, пишут прям много комментариев неприятных. Меня сейчас просто так много не пишут неприятных, все равно пишут. Но, типа, несколько людей, за которых я вообще даже не расстраиваюсь. Я просто могу ответить видео, да. Меня это не расстраивает, но я, типа, отстаиваю. Типа, да пошла ты вон. Вот, но у меня были видосы, где было очень много неприятных комментов. Я тоже расстраивалась. Ты про прошлое или про нынешние? Не такое уж и прошлое. Вот у меня неделя влогов какая-то была, по-моему, как раз, которая стала последней. Да, когда я закрыла влог, потому что он был настолько вообще... Ну, я это сама понимала. Ну, сумку как бы я хотела сприть, сприть. Вот реально в жизни она отстой. Ну, такая, да, средняя. Вообще не такая, как я мечтала. Короче, я просто быстро расскажу. Я мечтала о сумке Louis Vuitton, которая сейчас, типа, все ее ищут. Игорь Синяк тоже ее обыскался, бедный. Ну, нашел, слава богу. Паленку же нашел. Или он реально нашел? Сначала он купил, типа, паленку, но он не знал о том, что это паленка. А сейчас мы уже из Парижа привезли оригинал. Да ладно. Я просто недавно эту сумку, я сейчас постоянно ее встречаю, как будто бы она уже продается в магазинах, и ее можно найти, потому что до этого ее нельзя было найти. И я ее очень сильно хотела. Когда я ее хотела, она стоила 110 тысяч. Так интересно, все тут с брендовыми сумками ходишь? Это же патриарши пруды. А, богачи-монючие. Ну и вот. Что я говорила-то? Я ее тут в жизни увидела, и я такая, ну она только на фотках офигенно выглядит. Реально. Ну, короче, что я говорила. Я закрыла видос, и я не плакала. Я не помню, когда я плакала вообще из-за комментариев. Я не плакала. Я уже пообещала, что не буду. Я не плакала, но расстраивалась очень сильно. Но, блин, мне кажется, в этом плане это более чувствительное. Мне кажется, у меня более твердая кожа в этом плане, как это сказать. У меня тяжело проткнуть иголкой. Я могу расстроиться, но не до глубины души, скажем так. О, еда. Наша рыбка. Заказала лосось. Я попросила, чтобы он был вообще не сырой. Ты, кстати, смелый, учитывая, что у тебя несколько раз было отравление рыбой. Я подумала, да не, не хочу. Хотя, наверное, конечно, твой лосось правильный. Мой не очень. Но я его съем. Такой маленький. Посмотрите, я... Просто пчан капусты. Я попросила, не надо мне вот эту всю чепуху с грибами и с капустой. Я это не люблю. Я просто заказала себе лосось. Чисто я. Минимализм во всем. Очень маленький. Да. Как же здесь шумно. Виф. Виф. Какая сладкая мордашка. Я обожаю ее. Юля режет салатик, лук, помидор и огурец. Я еще добавляю болгарский перец. А Юля без него любит. Ну, так как мы у нее в гостях. Хозяин барин. У меня даже нет перца, чтобы его добавить. Да ничего страшного. Мне нормально и так. Заказали хинкали. И... Ты вообще же ничего не говорила, да, по поводу этого всего? Снимать будем? Да, короче, у нас просто обалденная идея в голову нам взбрела. Юля, да, точнее? Ну, я просто давно хотела снять видео, где мы с Кариной разрисовываем свои лица, как Ксюша Хоффман. Не разрисовываем, а уменьшаем лицо, типа. И мне просто это показалось очень смешным. И мы сейчас как раз заказали еду. Попьем вина. И мне кажется, это будет просто мега ржака, если у нас красиво получится. Ну, как красиво, именно правильно. Поэтому нужно будет включить видео Ксюши, наверное, посмотреть, как она там все это делала. Просто я, насколько помню, там надо нарисовать на носу рот. Да, нужно нарисовать маленький нос и рот. Я не умею рисовать, но это интересно будет. Скорее всего, у меня не получится. Просто будет смешно от того, что мыли на баканчиках. И мне что-нибудь еще тоже на канал снимем. Короче, хотим снимать больше развлекательного контента. Типа челленджи, как раньше. Ну да, только. И там не нужно постоянно много, но просто какие-нибудь прикольные. Но добавлять изюминку. По колбинах, как это называется. Да, нам просто очень понравилось то, что вам понравилось. Когда мы... У меня этот трек стоял на замке как-то. Не, на замке она... Я не знаю, что это трек. Это скалы. Маркалка. Вот, хочется давать вам больше контента, который вам реально будет интересен. И от которого вы будете смеяться, угорать, наслаждаться. Да, типа блоги это прикольно, но хочется добавлять каких-нибудь развлекательных таких, чтобы включить и поржать. А с блогов, конечно, тоже можно поржать, но блоги это все равно там более такой... Как день прошел. Хочется, чтобы специально... И вообще, я люблю в последнее время видосы, ну, на камеру со светом. Мне иногда нравится это, потому что, ну, во-первых, я как-то больше стараюсь выглядеть красивой в таких видео. Как-то все более профессионально снялось, что ли. Кто-то спросил, Юля, где твои красивые бокалы крузинские? А я Юле всегда говорила, Юля, купи себе бокалы. Ну, не знаю, просто я больше люблю такие минималистичные, опять же, без рисунков и так далее. Хотя, конечно, никто не спорит, как эти вот бокалы, которые у нее были раньше, они имеют свою какую-то тоже внутреннюю эстетику. Ну, красные, неклассненькие, но такие бокалы обычные тоже должны быть в жизни каждой девушки. О, камера садится, но у меня есть еще один аккумулятор, не садите. Так что вот, заказали еще шашлычки, я как всегда. Слава сегодня с другом тусят. Я не знаю, конечно, плохо, наверное, популяризировать и но. Не, мы не это самое. Знаете такую тему, что я не пропагандирую, но, блин, есть же такая тема, что, типа, ну, бокал вина улучшает, там, кровообращение вроде. Ну да, ну просто, ну реально смешнее. Я не знаю на сто процентов, но я люблю. А что за ужином? Почему нет? Кто мне запретит? Я уже взрослая женщина. Сколько тебе лет? Два. Два. Да, не, нормально. Но по мозгам я вообще на все три, типа, угу. Ну да, короче, с одной стороны, я всегда боялась снимать пьяный контент, можно так сказать, да. Да у нас не будет такой пьяности, мы не начнем там в слюни. Понятное дело, дело не в этом. Но с другой стороны, это просто расслабон и мысли смешные в голову приходят. Да, но с другой стороны, это реально, ну не знаю, просто, просто прикольно. Просто бухать. Так что не воспринимайте плохо, мои дорогие. Да, не все взрослые. Да, самое классное, что наша аудитория растет вместе с нами, и вы тоже уже в том возрасте, когда, а, вам можно вино, вы взрослые и... И, как я уже говорю, не забываем про подростков, которые бухают похлебче взрослых. Но у меня халатина. Ну, а я просто знаю подростков. Обожаю эту маленькую пупырку. Просто она самая лучшая. Да, она пупырчатая пупырка. Не отпущу, Витя, не отпущу. Собаки вообще классные, любят хозяев, что бы они ни делали, это же прекрасно. Да, правда, Вива на меня собежалась. Она вчера даже мимо написала, мне кажется, это было так демонстративно. Да, Вив? Да? Кто обыскивает? Иди, Вива, мой пирожочек. Иди, Вива, мой юзик. Я тебя люблю. Вива, ты будешь участвовать в челленджах? А мне на канал, мы еще думаем, что снимать. Либо это будет челлендж, который мы снимали очень давно. Нарисуй фильм. Я должна буду рисовать фильм. Например, Юля будет угадывать. Ну, или может быть Whisper Challenge. Или может быть что-то в этом духе. Не знаю. Хочется с Дарья поснимать. Повспоминать, каково это было раньше. Заниматься всем этим. Не знаю. У нас, конечно, как я и сказала, две минуты назад аудитория выросла. Может быть, такое будет неинтересно вам. Но бокал вина добавляет взрослости этому челленджу. Не знаю. Да не, мне кажется, прикольно. Вы иногда хотите делать что-то такое. Такое, что мы раньше делали. Да, ну, типа, знаете, просто посидеть, поржать, пострадать фигней. На чем мы раньше угорали. Сейчас мы такое редко делаем. Это вообще не в теме. У меня просто куда-то делается, мое любимое украшение. Хэ. Хэ. Так что вот. Сейчас уже еда скоро будет. Ура! Короче, из-за того, что я очень часто заказываю из одного и того же ресторана домой еду, мне постоянно присылают какие-то бонусы. Сегодня вот это прислали. Вчера. Это что, сладкое? Какой-то пирожочек. Да. Это какой-то тортик. Это вафельки. Внутри там какая-то сгущенка. И слава угорает, говорит, у тебя что там какой-то самый фанат твой, типа, влюбился в меня кто-то. Меня постоянно что-то прислали. У меня что, виновата, что ли? Ну, кстати, молодцы. Они видят, что на один и тот же адрес постоянно каждый день почти доставка, и они тебя радуют. И это очень хороший... Ну, ты понял. Да, но мне, честно говоря, это хочется. Он говорит, да ладно, мне нам ничего не кладить. Мы просто где-то не едим. Да, самое обидное, что, ну, приходится от этого избавляться. Ну, ты можешь, если на дачу поедешь, в ближайшее время на дачу взять. Да нет, ну ты че, он все стукнет. А я вот взяла себе 5 хинкалей и буду есть лаваш с чанахом и салат. А Юля взяла себе шашлык. Все как обычно. К сожалению, к сожалению, к великому, мы пьем с Юлей разные вина, и поэтому приходится открывать две разные бутылки. Но, понятное дело, что, например, если я пью вино, то я растягиваю его на 3 дня. Ну, в плане разный, не обязательно подряд, да? Иногда на 2 дня, понятное дело. Ну да, я тоже, знаешь, я открываю бутылку, типа сегодня выпила бокал 2, завтра... Ну, по сути, мне на 2-3 дня максимум. Ну, на 2 больше хватит. Смотри, сколько я захочу выпить. Вина. А я в дом хочу. Толкашка. Да нет, ну блин, ну это просто жестко, я реально люблю вино. Вика, ты в шоке с мамочкой твоей? Ребеночек маленький. Я не могу и достать, да. О, понятно. Я говорю, это нереально. Ой, я заново туда заходила. Это так работает, ну хорошо, давай. Ух ты ж, блин. Расскажу, как у нас проходят наши дела. Сверху я красива, внизу у меня спортивки и вот такие вот носки. Как обычно. Мы запустили пресеты и это просто отвал всего. Все кричали, ааа, дорого, никто не купит. В итоге вчера у нас просто взрывалась Яндекс.Касса, взрывался Директ, взрывалось просто все. И, конечно же, ваша здоровочка. Мы столкнулись с проблемой. Работаем над тем, чтобы устранить эту проблему. Прошли уже сутки, как у нас запустились пресеты. Рассказываю, в чем было дело. В общем, мы не знали, что с Google Диском бывает такая шляпа. Да, все бывает в первый раз. Объясняю, что у нас случилось. Из-за того, что все быстро начали покупать, заходить на Google Диск, который им приходил в письме после того, как они оплачивали наш пакет пресетов. Они заходили на Google Диск, начинали все качать. И Google Диск такой, ты ли, столько людей зашло, я не могу так. Что мы начали делать? Мы начали создавать Google Диски, Яндекс.Диски. Мы вчера просто бездень. Как только у нас начался старт продаж. Вот с этого момента, с трех часов. Ну ладно, не с трех, с четырех часов, потому что час где-то было все нормально. Потом Google Диск просто шлепнулся. И где-то с четырех часов до трех часов ночи мы сидели, вручную отправляли, создавали Google Диски, Яндекс.Диски. Нам писали все на вот этот аккаунт, профиль. Он у нас как раз-таки как техподдержка наших пресетов. Конечно, у нас и на сайте есть техподдержка. Там у нас другой человечек отвечает. В этом Инстаграме мы с Кариной отвечаем. Мы составили несколько писем, три письма. Взрыв мозга, но сейчас вот я просто рада. Как у меня все это выглядит? Это на самом деле просто жесть. Я сижу в этой техподдержке нашей в Директе. Приходит сообщение. Здравствуйте, я оформила покупку в 7.55. Почта. Пресеты не получилось скачать, потому что Google Диск до сих пор тупой. Хотя мы его уже заменили на другой. Мне приходит почта. Я вбиваю ее в Яндекс.Кассу. Сейчас. Обычно я это делаю не вручную, а копирую, отправляю себе на комп. Получается, вот сюда я вбиваю почту человека. И здесь внизу мне пишет, оплачен или нет. Потому что есть некоторые, которые ошибка оплаты, там не оплачен, еще что-то. Типа они оформили, но в итоге не купили. То есть, таким образом я проверяю и уже этому человеку отправляю как бы новые ссылки. Один мальчик нас обманул. Ну, на самом деле ситуация такая сложилась, что сначала я копировала, как это сказать, я не могла найти его почту. Я присылаю Карине, чтобы она отправила девочки по сайту. Она ей отправляет, а я говорю Карине, потому что я его не проверила, я не могу найти его почту. Карина отправляет девочки по сайту, а девочка берет и отправляет ему, короче, этот самый. Несколько раз было такое, что реально человек просто перепутал буквы, поставил точки какие-то не там. Ну, короче, все это решается. Не переживайте, пожалуйста, если вы там что-то боитесь, волнуетесь, просто напишите нам в наш инстаграм, который для пресетов. Я его еще раз поставлю здесь на экране. Вот, так что вообще не волнуйтесь, у нас все еще скидка. Мы решили продлить, потому что не у всех была возможность купить в первый день. И поэтому мы ее продляем, так что можете сейчас перейти по ссылке в описании и купить наши пресеты, потому что они просто бомба. Вот девочка пишет. Добрый день, сегодня приобрела у вас пресеты. Есть один огромный вопрос. Почему, когда вставляешь пресет, нереально портится качество фото? Что с этим можно сделать? Вот это типа именно те случаи, вот я вам показываю, да? Это именно тот случай, когда человек не посмотрел видеоинструкцию, в которой ты говоришь... У меня была видеоинструкция, у Карины, не знаю, что она там говорила, у нее тоже есть видеоинструкция. Я в своей видеоинструкции говорю то, что, ребята, вот смотрите, на какой-то фотке огонь, а на какой-то фотке вот эти вот мои, скажем так, настройки, да, зернистость огромная, резкость плюс миллион, она может портить фотку, поэтому просто уводите все это в минус, ну, как бы делайте все это меньше, и все будет классно. Поэтому сейчас я буду девочке консультировать. Привет, смотри, возможно, ты не посмотрела видеоинструкцию от меня и от Карины, где мы сидим и рассказываем, как пользоваться нашими пресетами. Скажи, пожалуйста, у тебя есть возможность посмотреть? Если нет, то я тебе сейчас коротко скажу, в чем дело. Смотри, этот эффект, там очень много зернистости и резкости. Тебе просто нужно резкость сделать маленькой. И радиус тоже сделать маленький. Можешь прям вот, вот где радиус, видишь, начинается, я прислала фотку, вот прям там можешь поставить так же. И резкость сделать поменьше, так же с зернистостью. Просто на каких-то фотографиях эти настройки реально портят качество фотографии, потому что очень много резкости, она не нужна на некоторых фотографиях. Вот, надеюсь, что объяснила. Посмотрим, что девочка скажет, надеюсь, что разберется. Вот, мне пишет, Юленька, привет. Ссылка пришла, но пресеты не скачиваются. Я пишу, добрый день, пришлите вашу почту, пожалуйста. Карина на меня ругалась. Говорит, не пиши всем так, не пиши, пришлите вашу почту. Пиши, копируй вот это сообщение. Она такая, блин, приставучая, Карина. Я говорю, пошла в пень. О, мне кто звонит. Алло, да, здрасте. Так вот, Карина говорит, присылай вот это сообщение. Типа копирую, вставляю там такое красивое, оформленное сообщение. Ну, вы знаете, Карина, у нее все должно быть вот так вот от иголочки. И, как бы, я с этим согласна. Говорит, это наш бизнес, ты зачем так отвечаешь непрофессионально? А я пишу, типа, хеллоу, скинь почту. Я просто в своем стиле, типа, дароу, дароу, примяу. Вот, и она говорит, не надо так делать. А я ей говорю, блин, пошла ты в пень. Я не могу постоянно все копировать. Мне нужно как можно быстрее всем ответить, чтобы все быстро остались довольны. А не то, что там, зайти туда скопировать, отправить, потом зайти в другое место, скопировать, другое отправить. Я говорю, это гемор, это долго. Мне хочется быстро людям ответить. Понимаешь? Сейчас я нахожусь у Карины, как вы догадались. Сегодня воскресенье, когда я снимаю продолжение. Не-не, я просто хотела посмотреть, как свет на тебя падает. Нормально? Пивком потянет, да, мои сладенькие? Пусечки. Короче, сегодня я проводила стрим не на своем канале, я участвовала в фестивале, он уже прошел. Вот, и я участвовала, короче, у них в этом фестивале и проводила стрим на их, как бы, канале, на их сайте. И я так волновалась и ждала этого дня, потому что я всегда безумно волнуюсь всяких прямых трансляций, прямых эфиров, особенно когда я должна там что-то говорить, что-то важное. Еще я должна была там говорить какие-то рекламные интеграции, рассказать обязательно о том, что скидки там есть, не скидки. Указать, как бы, упомянуть, скажем так, всех партнеров этого фестиваля. И для меня это всегда очень страшно, потому что одно дело, когда я снимаю рекламу дома, допустим, если у меня есть какой-то сценарий, я, например, на него посмотрела, такая так, угу, угу, скидки, скидки, туда-сюда, туда-сюда. И как бы сажусь, это рассказываю, если что, перезаписываю много раз, как удобно, как хочу, так и делаю. А когда это прямая трансляция, это безумно страшно и стремно, если вдруг что-то забудешь. Я вчера всю ночь до пяти утра я убиралась, Слава, кстати, уехал на дачу, я решила хорошенько помыть полы, потому что я давно этого не делаю, в последнее время это делает пылесос. Я подумала, ну как бы все, это очень удобно и хорошо, но я тоже давно что-то делать по дому. Помыла просто все, ванну, туалет, раковины, кухню. Дома просто красотища, чистотища, сделала три стирки. И пока я всем этим занималась, я ходила и репетировала то, что я сегодня буду рассказывать. Приветствия, что происходит, что за фестиваль, о чем я буду рассказывать. То есть я просто, вот я знала, какой реквизит у меня будет, конечно же, потому что я его выбирала. И все это так сложно, я так волновалась этого дня, ждала. И знаете, я прям думала, вот этот день настанет, я это все сделаю, а потом просто нажрусь, как свинья. Потому что это ну просто кошмар. Не, я не буду нажраться, как свинья, но просто я настолько реально отпустила сейчас. Я сегодня утром проснулась с головной болью. Ну не знаю из-за чего, я плохо спала еще, проснулась, у меня болит голова. И у меня была очень сильная тревожность. Ну вы знаете мою тревожность, которую как бы я убрала с помощью там каких-то таблеток, они мне помогли. Но сегодня утром, когда я проснулась, у меня была такая тревожность, которую я уже поняла, что это уже не то, что вот таблетки мне могут убрать, а это вот именно реальная тревожность, осознанная, которую я понимаю. Ну как бы если кто не понял, у меня были какие-то там типа панические атаки, если кто пропустил, которые я не знала, как контролировать, точнее из-за чего они возникают. Типа я не нервничала, все круто, но у меня была какая-то тревожность, и мне было плохо. Так вот сегодня, когда я проснулась, у меня было то же самое, только сегодня я уже понимала примерно, из-за чего я себя так чувствую. Я выпила свои таблеточки, мне не сильно полегчало, то есть это как бы говорит мне о том, что все-таки это была уже такая более сильная тревожность. Ну не суть, я приехала, все, со мной провели этот брифинг, объяснили мне все еще раз, я тоже все вопросы задала, которые надо, и я безумно волновалась, хотя не знаю, зачем я волновалась, я смотрела трансляции других каких-то ребят, блогеров, и ну как бы все достаточно спокойно, легко происходило, и некоторые там очень жестко тупили, что-то забывали, неправильно называли какие-то важные названия, ключевые, которые нужно говорить в этом стриме, и ну как бы я такая думаю, ну ладно, все, уже я не так волнуюсь, потому что я уверена в себе, что я помню, что нужно говорить, но все равно это всегда волнительно и страшно. Я сегодня очень много говорю, и мне очень тяжело даже сейчас говорить, но все равно хочется вам рассказать. Ну и короче, провела я этот стрим, было там несколько тупаников, конечно, у меня был экранчик большой, на котором иногда мне выводили какой-то текст, ну как бы как текст, я все выучила наизусть, что мне нужно сказать, мне просто как бы напоминание ставили, и несколько раз там писали что-то типа, давай сейчас на другую тему переходи, или что-то в этом духе, а я это не могла увидеть из-за оператора. Я думаю, пойми, ну ладно, я короче сама как-то выходила из ситуации, но мне кажется, что я со всем справилась, все получилось классно, где-то даже смешно, даже какие-то мемасики у меня получились, поэтому, в принципе, я довольна. Вот, и вот так вот сегодня прошел мой день, я поехала, в 4 часа я была уже там, в 5.20 у меня было начало, и 45 минут я вела, получается, этот стрим, и потом я села в такси и поехала домой. И потом приехала ко мне моя хорошая! Да, и потом за мной заехала Карина, привезла к себе, потому что обратно я домой поеду на такси, и вы спросите, что я у нее не останусь на ночь. Она мне предлагала, но я подумала, что, блин, да, прикольно, но мне неохота сейчас Виеву с собой тащить, что-то вот это самое, я хочу спать с этой кровати, тем более, что Слава завтра приедет домой, и я хочу сегодня еще один денек поспать одна в кровати, вот, не то чтобы там я не люблю спать с ним, очень люблю, привыкла, и вообще мне так даже быстрее и легче засыпается, но просто, знаете, полежать в кровати одной, это у меня редко в жизни происходит, поэтому я стараюсь, как бы, такие моменты, ну, оставлять в своей жизни, а не постоянно спать с кем-то, а то каждый день с кем-то спать, это тяжело, наверное, психологически, одной тоже иногда надо поспать, тем более, что у меня большая кровать, еще больше места, можно посмотреть какую-нибудь чепуху. Вчера я лежала, смотрела... Ставьте, можно я вклинюсь? Конечно. Так, Руслана Джеймс, она вот опубликовала, что она хотела бы с мужем в будущем, не знаю, может, она уже к этому моменту меняла мнение, так не считает, но она сказала, что она хотела бы, чтобы у меня в будущем мужем были разные комнаты, разные кровати, чтобы они, ну, типа, постоянно имели свое пространство, и меня это так удивило, но, с другой стороны, я ее понимаю, и вообще круто, конечно, когда есть свое пространство, ну, и странно одновременно. Моя тетя, мамина сестра родная, она уже несколько лет живет одна, можно так сказать, потому что у них две квартиры там в Актау на одном этаже, и они как бы... Секунду. И они как бы живут в разных квартирах, но они вместе, то есть они там, ну, не развелись ничего, просто им так комфортно, потому что у них разный там, например, режим, у них разные дела, он там работает, он там смотрит сериалы всякие, и я говорю к тому, что мне кажется, что это неплохо, когда есть две разные комнаты у людей, и они для себя живут, хотя немножко странно, но вот я тебя прекрасно понимаю. Не, я не вижу в этом ничего странного, на самом деле, вот знаете, что, мы со Славой эти, мы же фрилансеры, да? Или как нас так? Получается, мы, ну как, Слава там, конечно, частенько бывает из дома уезжает, на занятия по вокалу и все такое, но все равно в любом случае мы больше времени проводим дома, потому что у Славы еще помимо оффлайн занятий, есть онлайн занятия, и как ни крути, да и просто, в принципе, мы постоянно дома вместе. У меня работа тоже дома, очень редко такое бывает, что мне прям нужно куда-то далеко поехать, да, я гуляю с подружкой там, еще что-то, езжу по своим каким-то делам, жизненным делам, там личным, не важно, продукты те же самые, и купить еще какая-то фигня. Вот, и, ну короче, что я говорила? А, ну и вот, и мы постоянно, получается, дома вместе, 24 на 7. И знаете, почему мы друг друга до сих пор не достали, не замучили? Потому что у нас дома три комнаты, еще кухня, и это изумительно. Несмотря на то, что мы спим всегда вместе, в одной комнате, у нас есть спальня, где вечером мы встречаемся, смотрим сериалы, фильмы, вместе засыпаем, ну как бы это да, но при этом мы не сидим в одной комнате весь день. То есть Слава сидит у себя в комнате в кабинете, я сижу у себя в комнате, ну вот, которая у нас типа большая, как гостиная, у меня там стол, я сижу там, либо ухожу. То есть это на самом деле большой плюс, когда, я понимаю, что не у всех есть возможность жить там, да, сидеть, тусить в разных комнатах, но я считаю, что причина, по которой мы со Славой до сих пор друг друга не задолбали, не замучили, это то, что мы бывает за один день, который мы находимся вместе дома, можем увидеться несколько раз. Первый раз это, когда, например, я проснулась, пью кофе, потом через какое-то время встал Слава или со мной вместе примерно в одно время, но обычно я раньше встаю, он, допустим, тоже пошел попить кофе, мы случайно на кухне это увиделись, пересеклись, и дальше каждый пошел заниматься своими делами. То есть такое обычно, вот именно так происходит, и я могу, конечно, там, например, сижу за компьютером, захотела там взять себе какую-то печеньку, пойти на кухню, могу пойти, и пока я буду проходить, идти на кухню, я буду идти мимо комнаты, где сидит Слава. Она заперта, да? Не, не, он ее редко закрывает, он, ну, всегда у него обычно открыта комната, мы закрываем свои, свои двери, когда, два варианта, либо если я сижу, монтирую видос, либо я снимаю видос, я закрываю свою дверь, и следующий вариант, когда еще Слава закрывает дверь, это если он что-то записывает, и если он занимается с учениками вокалом, то есть, мы как бы закрываемся, только когда у нас идет именно какой-то рабочий процесс, а так, в принципе, у нас всегда двери открыты, вот, но в гости к нам приходить не надо, мы не пустим. Так что вот, и это, конечно, замечательно, это огромный плюс, но я, честно, я не люблю, ну, как сказать, не то, что я не люблю одиночество, вот я смотрела, мы с Кариной, типа, чем разные, Карине бывает в кайф, вот, именно одной потусить, вот, прям потусить одной, просто развлечение, вот, кайф. Поэтому я начала понимать Руслану, хотя сначала я такая, типа, реально, раздельные комнаты, так можно, извини, говорить. Не, ну, вот именно спать в разных комнатах, для меня это немножко странно, честно сказать, для меня нормально, когда кто-то уезжает на дачу, и кто-то может поспать один, вот, как сейчас, например, Слава уехал, и я, как бы, сплю одна, но я уже, как бы, начинаю скучать, потому что, ну, как бы, у меня есть определенные позы, с которыми я удобно засыпаю, да, особенно, когда я не одна, там, руку куда-нибудь забросить, еще какая-нибудь там вот эта фигня. Ну, мне кажется, Руслана Джи просто имела в виду, что разные комнаты, и разные, чтобы была возможность, ну, спать иногда отдельно, но в целом-то, я думаю, она не имела в виду, что постоянно. Ну, я не знаю, видишь, все люди разные, за это нельзя никого, там, что-то винить, или говорить, фу, ты что, не любишь, я считаю, у нас есть возможность, типа, спать в разных комнатах, ну, зачем, если у нас стоит офигенная кровать, и мы можем спать вместе, тем более, что, когда мы спим, мы не разговариваем с друг другом, и не бесим друг друга, типа, какой смысл, не спать вместе, например, а вот уже сидеть, заниматься какими-то делами, еще что-то, да, в одной комнате было бы тяжело, и я бы не хотела, мы бы друг другу мешали, отвлекали, и бесили друг друга. А знаешь, что самое интересное, вот про мою тетю и маму, то, что они от одной апельсинки родились, да, но при этом они разные, моя мама без моего папы не может, абсолютно, она, когда папа уезжает, не знаю, там, в его футболке может спать, грубо говоря, потому что так скучает, и ей плохо, когда папа уезжает, типа, она не хочет так одна спать, а вот тетя моя, да, она абсолютно нормальная, ей тоже комфортно, они там нормально общаются, у них здоровые, приятные отношения, или если кому-то интересно, просто вот так повелось, что у него там офис работа, он засыпает под утро, просыпается, ну, не знаю, типа того. Ну, короче, на самом деле, к чему я клоню всю эту речь, что мы настолько все с вами разные, что просто надо найти ответ на вопрос, какой ты, и найти себе человека, который похож на вас, или которому будет окей, что вы там другого мнения, который будет вас поддерживать, поэтому нормально, и когда в разных комнатах спят нормально, мне кажется, просто нужно, ну, реально, типа, не знаю, ну, да, каждому свою, но это интересно, все равно напишите в комментариях, как у вас, я уверена, что много ребят взрослых уже смотрит, у которых есть вторые половинки, они живут вместе, напишите, как у вас, вам в кайф, то, что вы можете засыпать со своей второй половинкой, или иногда вам хотелось бы, ну, как бы, в другой комнате поспать, в этом нет ничего такого, я, в принципе, ну, как бы, тоже спокойно могу сказать, что, ну, мне, честно, мне в кайф засыпать вместе с любимым, и все такое, особенно, если у нас получается в одно время уснуть, и мы смотрим, терячит перед этим, но бывают такие моменты, когда, например, он уже уснул, а я не хочу спать, и мне, ну, не то, чтобы тухло, но я бы, может, в тиктоке какого-нибудь посидела, из-за того, что он тут, как бы, рядом пытается уснуть, или спит, я не могу, и мне, как бы, приходится либо идти в другую комнату, потом снова идти в кровать, как бы, без настроения, потому что, ну, нет, ничего такого, что такого не было, что, типа, фильм закончился, и я уснула, то есть, я встала, куда-то пошла, пришла, а потом уже легла в кровать, ну, короче, разное бывает, бывает такое, что я сразу с кайфом засыпаю, бывает такое, что Слава уже спит, а я такая, нет, я не палец порезала, ноготь порезала, но еще чуть-чуть, я бы себе просто это самое, полностью его обрезала, надо уже делать, у меня уже фу, мне уже два месяца надо делать, мне кажется, у меня чуть пяти не ногтей, ну, у меня самое главное, что сегодняшний день подходит к концу, потому что я ждала сегодняшний день, вот этот стрим, две недели, две недели сидела, всем год Emperor, воскресенье меня не трогайте, воскресенье мне не звоните, воскресенье я никуда не пойду, у меня важный день, у меня важный день, я так волнуюсь, я так переживаю, в общем, я к этому дню готовилась так, как будто бы я не знаю, что я сегодня делала, ты молодец, зато все выучила, не ударилась в грязь лицом, ну, так было, конечно, пару моментов тупых, но в целом я довольна, реально в целом я довольна, даже нет такого, что какой-то осадок, ой, зачем я так сказала? Нет, я прям реально, реально рада, и мне все хлопали. Ну, я не знаю, может, не мне хлопали, я просто, оказывается, последняя была. Ну, я думаю, ну, пусть мне. Мне все хлопали. Они мне все говорили, что я молодец. Они мне даже на экране писали, когда я рассказывала что-то, они мне писали, типа, умница, рассказывай дальше. Не знаю, зачем они мне это писали, но все равно приятно. Про воду там был прикол. Я, ну, у меня, я как бы не хотела говорить, типа, принесите мне воды, дайте воды. И я, как бы, такими намеками сказала, то, что, типа, ой, у меня даже немножко в горле пересохло. Так, вам интересно рассказывать, что-то в таком духе, знаешь? Я не поняла твой намек. Да, мне поставили воду, я попила водички. И стало хорошо. Мне очень нравится то, что вот все было. Интересно, было слышно мои глотки? Не знаю, я этот момент не смотрела. У меня пару раз живот урчало, интересно, это было слышно. Всегда об этом думаю, вообще кошмар. Ну, короче, вот, так что такие новости. А Карине, что я сегодня рассказывала? Если вы думаете, фу, ты лентяйки, ничего не режешь, да, у меня лень, я очень знала. А на самом деле, могу сказать, когда я в прошлый раз у Юли пила с ней вино, она резала салат. Ну, у нас как-то так, типа, иногда мы вместе, иногда не вместе, ничего там такого нет. Смотрим Пушку. Ксюха, молодец, красава. Вообще, честно, вот только Ксюху смотрю в плане интервьюшек сейчас. Реально. Ну, у меня нет времени на что-то другое. А ты перестала других смотреть? Ну, а кого еще смотреть? А поговорить? Я даже не знаю, кто у них там что-то интересное выходит. Дудя? Да Дудь что-то как-то мне нет самой уже. Либо там просто нет каких-то интересных людей, которые именно, интересных именно для меня. Ну, знаешь, я с тобой могу согласиться, я тоже... Последнее время никого что-то я не это самое. У меня только подкасты. Угу. Они интересные, потому что. Мне больше нравятся подкасты, чем утром. Да, но я просто вот только Пушку смотрю. Ну, понятно, не со всеми, хотя, сказать честно, я хотела сказать, что я стараюсь смотреть все выпуски Пушки, даже с теми людьми, которых я не знаю, потому что я понимаю, что ребята зовут к себе на интервью каких-то там новых звезд, интересных личностей, с которыми я не знакома, и с их творчеством я тоже не знакома, и чтобы не отстала. Давай, как бы. Блин, ты что мне? Это шампанка? Моё кресло. Это вино, брат, нормально, не красное. Самое главное, что не красное. Подожди, ты мне что-то в тарелку налила? Да. Ты мне мясо испортила? Да, ничего не испортила. Блин, такая у меня рукожопая подруга. Найдите мне другую, а? Вылила мне свое вино вонючке. Да, брат, в винном соусе стейки бывают. Это надо? Надо. Все, все, остальное не надо, но все мокрое. Надо. Господи, взяла мне штаны испачкала. Молись. Брат, а ты каково? Я лишилась маленького количества винчика. Молись, чтобы оно отстиралось. Да, брат, оно белое. Мне пофиг, вдруг там пятна останутся. Я этот костюм люблю, как не знаю кого. Да, вот и обратно. Очень сильно. Чуть-чуть на штанах срывну. И не надо мне нести. Что я говорила, ты вонючая попка? Я говорю о том, что я смотрю всех. Потому что половину, кто приходит туда, я не знаю, что это за люди, молодые дети тиктокеры. Я их не знаю. И, честно говоря, знать не особо-то и хотела. Но специально смотрю, чтобы знать. Чтобы знать, чтобы я не выглядела какой-то дурой, которая не следит за миром интернета. Представляете, так вот приходится. Но это нормально. Я уже старая, вы все молодые. Что я могу поделать? На самом деле, реально удивительно то, что, ну, всё, новая эра. Всё, мы старые. И тиктокеров я такая, ёк-макарёк. Представляешь, а вот ребята, которые помоложе... Всё прошло, наша молодость прошла. Ну, не молодость, но просто была наша эра, когда только о нас говорили. А сейчас, как бы, если ты какой-то дичи не вытворяешь, то, ну, извини. Это так всегда. Так всегда. Поэтому я никогда никому не завидую их какой-то популярности, которая сейчас у них есть, их какой-то там ещё что-то. Потому что я знаю, что всё это как бы не так работает. Ты либо хороший человек, либо ты человек говно. И со временем у тебя остаётся, ну, не то, что там, то, кем ты являешься, да? Но от этого зависит именно... Твой пик популярности, он всё равно проходит. Ты не можешь быть популярным и всегда интересным очень много лет. Потому что появляется много других, разных людей. Это просто нужно принимать. Для блогера это как бы тяжело принять. Очень. Но это нужно принимать, что в какой-то момент ты не будешь как бы таким вот топом и всё в этом духе. И тут вступает как бы такой момент, какой ты человек. И что ты вообще несёшь своим людям, своей аудитории. И если ты человек не очень хороший, то плохо всё будет. Поняла, что я немножко перенасытилась... Сейчас, я жую, извините. Но, ладно. Перенасытилась интервьюшками. Если я раньше смотрела, например, все интервью Дудя, даже пофиг, кто пришёл. Сейчас я смотрю очень выборочно. И смотрю каждого интервьюера очень выборочно. У меня нет ни одного интервьюера, у кого я все выпуски смотрела. А вот подкасты смотрю все. Я подкасты не люблю. Потому что ты, наверное, ни разу не смотрела. Я тебе сейчас вино с его гудю. Потому что, мне кажется, я ни разу даже нормально не смотрела подкасты. Подкасты для меня это что-то типа аудио формат какой-то. Типа как радио я слушаю, знаешь. Это то же самое, что интервью. Просто там нет цели у интервьюера узнать, что с человеком происходит. Они оба просто ведут диалог. И это как ты слушаешь реально, ну, радио. Просто это есть видео формат в подкастах. Поэтому, как бы, это, ну, можно сказать, интервью. Но это другой формат все равно. Ты у меня украла билку с ножом. И выкинула их. Я, в принципе, женщина занятая. Честно, у меня нету много времени, чтобы сидеть, постоянно смотреть все-все-все каналы. Но Пушку я смотрю, потому что на Пушку приходят молодые ребята, тиктокеры, блогеры, артисты, там, еще кто-то. И, ну, я просто смотрю для того, чтобы быть в курсе вообще, кто это, что это. И чтобы, ну, как бы, стараться с молодежью в один там шаг, в одну ногу. У меня звали на Пушку, ты знаешь? Я знаю, что тебя звали. Ты сказала, бабки платили. Да, но это было давно, когда Пушка еще не была Пушкой. Она была, типа, Пушкой? Что это такое? Ну, я тебя прекрасно понимаю. Вот я, на самом деле, никакие интервью нигде давать не планирую, не собираюсь. И могу объяснить, почему. Потому что мне нечего рассказывать такого, чего вы обо мне не знали. Если в моей жизни произойдет какой-то интересный скандал, но мне кажется, это вообще не про меня, потому что я максимально не скандальный человек. Но если в моей жизни произойдет какой-то вот, типа, взрыв эмоций, например, я беременна, выхожу замуж, но еще что-то произойдет. И при этом у меня там бизнес какой-то открылся. Вот какие-то интересные такие инфоприколюхи, это классно. Прийти на интервью, рассказать. А просто так приходить нет смысла. Кто-то пишет, что тебя не зовут, что вы не идете, что не зовут. Хотим видеть тебя там-то, там-то. А что звать? Ну вот что я расскажу? Реально, я все рассказываю вам здесь. На все вопросы отвечала миллион раз. У меня было тоже кучу каких-то интервью. Я сейчас... Меня тоже часто, кстати, зовут на интервью. На пушку, правда, не звали. Но я думаю, что ребята просто ждут, когда в моей жизни произойдет что-то интересное, чтобы меня позвать на пушку. Вот. И, в принципе, я сама просто не вижу смысла. Я не хочу давать какое-то скучное интервью. Просто опять о том, как я начала снимать видео. Мне это само неинтересно. Я не хочу на это тратить время и рассказывать вот эти вот обычные подробности, которые уже, мне кажется, я рассказала везде миллион раз. И мне это уже скучно. Мне хочется, чтобы реально, если какое-то интервью и давать, то чтобы оно было какое-то классное, интересное. Но для меня, в принципе, интервью, это, знаешь, такая тема, ну, как бы эксклюзив получается, это должен быть какой-то. Да. И при этом это должен быть такой эксклюзив, который мне не жалко будет поделиться в первую очередь именно с кем-то другим, а не у себя на странице. Хотела тоже об этом сказать. Да, такое сложно найти в моей жизни и в жизни Карины тоже то, чем мы хотим поделиться где-то в другом месте, а не у себя. Вот. Это как бы возможно, что можно какую-то деталь раскрыть на интервью, чтобы интересно было. Но вот прям как бы это типа не то, что, знаете, когда я буду беременна, я приду и первым делом это расскажу где-то на интервью. Нет, это я расскажу у себя на страницах. Ну, как бы вот, в принципе, объяснила. Но я понимаю, почему туда приходят тиктокеры, молодые ребята, которых мы не знаем. Потому что о них никто ничего не знает, кроме тех там подписчиков, даже если у них 3-5 миллионов подписчиков в тиктоке, это круто. Но, например, я не знаю них. И интервью нужно для того именно, чтобы они пришли и рассказали о себе, потому что они не видеоблогеры, которые запечатляют всю свою жизнь на камеру. И они приходят и рассказывают про свое детство тяжелое, еще какую-то там тему. И как бы ты смотришь и думаешь, ну не такая уж и дура, которая думает только о тиктоке. Ты хорошая девочка, да, у всех все бывает. Поэтому я стараюсь смотреть все выпуски Пушки. У нас такая прям рекламная интеграция какая-то получилась. Ну, мне не жалко, я просто действительно смотрю. Ну вот, так что и Ксюха молодец. Не знаю, мне кажется, она очень хорошо прям раскрылась именно в этом проекте. И выдержка у нее, конечно, огнище. Ладно, мы будем дальше кушать и смотреть. Итак, ребята, уже 2 часа ночи. Я сейчас, наверное, уже поеду домой потихонечку от Карины. Благо мне ехать буквально минут 5. И мы классно посидели, потусили. Еще раз хочу спасибо сказать огромное тем людям, которые взяли наши пресеты и остались довольны, что для нас самое главное. Мы, кстати, на Карине влог тоже об этом говорили. Ну, благодарность свою, в общем, вам рассказывали. Реально очень приятно. Спасибо вам еще раз огромное. Если вдруг кто-то пропустил и вообще не в курсе, то ссылочку я оставлю в описании на наш сайт. Посмотрите. Если вам понравится, то с кайфом приобретете. Всех любим, целуем, обнимаем. Будьте счастливы, здоровы. Я пошла отдыхать домой. Карина тоже. Мы с вами прощаемся. Всем пока.